МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. 7 апреля состоялось заседание общественной организации Совет руководителей предприятий города Десногорска. Главным вопросом в повестке дня было избрание нового председателя. Руководители более чем 30 предприятий города, входящие в Совет, единогласно избрали на эту должность директора Смоленской атомной электростанции Павла Лубенского. В ходе заседания руководители предприятий рассмотрели направление работы по традиционным проектам «Десногорск вчера, сегодня, завтра», «Город Олимпийского резерва», «Шевская помощь в благоустройстве исторических памятных объектов Великой Отечественной войны». Будет продолжена работа над проектом «Будущее в наших руках». Это «Шевская помощь детским садам». Директор акционерного общества «Атомтранс» депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко подчеркнул, что, как и прежде, Совет руководителей будет оказывать помощь в благоустройстве детских площадок, заниматься благоустройством дворов и реализовывать другие мероприятия. Бюджет Смоленской области в первом квартале 2017 года пополнится на 66 миллионов рублей. Это доходы от использования лесов, объектов животного мира и водных ресурсов. Такой результат стал возможен во многом благодаря автоматизации работы специалистов по администрированию платежей. В настоящее время в профильном департаменте внедряется программа, которая позволит не только вести учет платежей, но и реализовать целый комплекс мероприятий по увеличению доходной части бюджетной системы. 12 апреля, в День космонавтики, 67 ребят из разных уголков Смоленщины приехали в областной центр, чтобы вступить в ряды юных гагаринцев. В праздничной обстановке им вручили значки и галстуки. Детская организация юных гагаринцев появилась в регионе 19 лет назад. Сейчас в ее рядах более 20 тысяч школьников. Традиционно они пропагандируют здоровый образ жизни, стараются быть смелыми и честными, дорожить дружбой, любить и беречь родной край. На плановом оперативном совещании глава города Андрей Шубин подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Подробности далее. На плановом совещании у главы присутствовали председатели комитетов и руководители муниципальных служб. Управляющая делами Василина Черных доложила о рабочих встречах главы города с коллективами муниципальных организаций. Детская библиотека, художественная школа, фок Десна, Десногорская центральная библиотека, музыкальная школа, освещена проблематика коллективов и знакомства с главой муниципального образования. Также заключено дружеское соглашение между муниципальным образованием города Десногорск и Чаусовским районом, Могилевской области, Республика Беларусь. О работе комитета по культуре, спорту и молодежной политике доложила председатель Инна Михайлова. В эти выходные состоялся полевой выход поискового отряда «Высота» в Еленинске районе деревни Митина, и бойцами поискового отряда были подняты четыре бойца, из них два с мутальгонами. Один нечитаемый, один прочитали. Подведены итоги второго тура инженерной олимпиады. Победители конкурса имеют шанс получить целевое направление от Смоленской атомной электростанции в областные вузы. В настоящее время, чтобы заключить договоры между родителями школьников и Смоленской атомной электростанцией, комитет по образованию готовит для них портфолио. Все коммунальные службы работают в штатном режиме и активно принимают участие в санитарном месячнике. 19 апреля в городском центре досуга пройдет традиционный день призывника. Повышение зарплаты бюджетникам и обеспечение предприятий региона квалифицированными кадрами обсудили в администрации Смоленской области. На заседании межведомственной комиссии по реализации майских указов президента Российской Федерации рассмотрели вопросы, касающиеся социальной политики, сферы здравоохранения, культуры, образования и науки, а также демографической ситуации в регионе. Отмечалось, что на Смоленщине продолжится поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий работников в бюджетной сфере, за что каждый руководитель в соответствии с требованиями губернатора несет персональную ответственность. Число покусанных клещами смолян в два раза превышает прошлогодний показатель. Управление Роспотребнадзора осуществляет еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями в регионе. По данным специалистов, с начала года в медицинские организации Смоленской области обратились 12 пострадавших от укусов клещей. Это показатель в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 11 апреля руководители предприятия «Полимер» обратились в редакцию с просьбой присутствовать при демонтаже бесхозного гаража на территории. По какой причине гараж перевезли в другое место, мы узнали от юрисконсульта предприятия. На земельном участке ООО «Полимер» стояло несколько железных гаражей без признаков использования. Четыре месяца руководители предприятия через средства массовой информации искали хозяев. Часть собственников установили, помогли ему брать и вывезти гаражи. Хозяин одного из них до сих пор не объявился. Администрация «Полимера» приняла решение в присутствии свидетелей открыть замок, убедиться в том, что в гараже нет ничего ценного, демонтировать его и перевезти в другое место, чтобы дальше искать хозяина этой ржавой собственности. Данный гараж будет перевезен на другую территорию, рядом заключенную, где будет составлен акт при нахождении собственника данного гаража. Ему будет предприятием оказана помощь при перевозке данного гаража на то место, куда он укажет. Уважаемые жители города Десногорска, ООО «Полимер» ставит вас известность о том, что на принадлежащей нам земельном участке расположен заброшенный железный гараж. Просим тем, кто узнает данный гараж, прибыть в администрацию ООО «Полимер» с документами, либо без, доказать наличие, что этот гараж принадлежит вам, и нам будет оказано вам всякое содействие по перевозке данного железного гаража на то место, куда вы укажете. Две сотни школьников из Польши вместе со смоленскими сверстниками почтили память жертв политических репрессий в Катыни. Такая акция прошла уже в одиннадцатый раз. Ежегодно смоленские и польские школьники, студенты собираются в Катыни, чтобы отдать дань памяти покоящимся в здешней земле. На мемориале, куда пришли участники марша, состоялся траурный митинг. Затем школьники вместе исполнили гимны двух государств. 7-8 апреля в Смоленске прошел пятый областной слет наследники Победы Смоленщины. В нем приняли участие 17 делегаций из 12 муниципальных образований Смоленской области и три делегации из Москвы. Наш город представила команда военно-патриотического клуба «Ангел» руководитель Игорь Кухарский. По окончании слета десногорцы были отмечены благодарственными письмами. В День Победы в Смоленске возле памятника Твардовскому и Теркину пройдет военно-патриотический туристский фестиваль на привале. Музей и архивы Смоленска развернут свои импровизированные подворья. Будет организована анимационная театрализованная площадка с танцами 1945 года, фото-выставки и концертная программа. Также всех желающих ждет выставка военной истории Смоленщины и дегустация блюд национальной кухни, различных диаспор и многое другое. И в завершении выпуска новости спорта. В Смоленске прошло открытое первенство области по боевому самбо. Турнир, посвященный ветеранам, стоявшим у истоков создания боевого самбо, проходил уже в третий раз. В турнире приняли участие не только смоляне, но и спортсмены из Москвы, Твери и Белоруссии. Поскольку вид очень жесткий, участие в нем девушек не допускается. Знание приемов этой спортивной дисциплины обязательно для силовых структур в России. 8-9 апреля в спортивном зале физкультурного комплекса «Десна» при поддержке главного управления спорта Смоленской области прошел личный чемпионат области по бадминтону. К участию в соревнованиях допускались спортсмены, представляющие спортивные клубы и организации только Смоленской области. В играх приняло участие 28 человек. В Десногорск приехали сборные команды из городов Вязьма и Смоленск. Я двухкратная чемпионка города Смоленска. И вот вчера были областные игры среди одиночек, и я заняла первое место. Играю в бадминтон, мне очень нравится. Особенно после работы, я работаю с компьютерами, зарядка для глаз очень, получается даже отдых какой-то происходит, когда ты тренируешься, а во время игры и разрядка, и получаешь удовольствие. Турнир не был многочисленным, как в прошлые годы. За два игровых дня было проведено всего 100 игр в пяти игровых категориях – одиночной мужской и женской, парной мужской и женской и парной смешанной. Десногорские спортсмены заняли призовые места как в одиночных, так и в парных категориях. Победители и призеры были награждены дипломами и медалями Главного управления спорта Смоленской области. Следующим этапом для них будут командные соревнования, которые пройдут в июне в Смоленске. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин